Девушки отдыхают И как администратор ночного клуба, каждую неделю я вижу тысячи лиц. Но по-настоящему я запоминаю лишь некоторые из них. Сегодня я запомню вот этих. Михаил Бондарь. Обувной бренд Пабло Висконти – это не только передовые итальянские технологии, но и демократичные цены. Производитель обуви эконом-класса. У Михаила есть два недостатка. Что у тебя на ногах? Первый – это его бренд. Пабло Висконти. Я ношу эту обувь каждый день. Так почему вы, идиоты, не потрудились надеть эту обувь хотя бы сейчас? Тогда мы рекламу снимаем! Второй недостаток – его азарт. Ты знаешь, я никогда не проигрывал. Спорим, кто первый до трехи? Но есть и достоинство. Это его мама. Мам, я перезвоню. Сукин сын, я завалила тебя гостендерами, а ты все просрал. Откуда такие долги? Мам, кризис, продажи падают. Если не увеличишь продажи, я фирму буду панкротить. Решение мне. Буши завтра утром. В общем, в мире акул-бизнеса Бондарь – наглый, агрессивный, изворотливый карась. Сука! Кстати, ты поел? Тимир. Не русский, что ли? Уроженец пригорода Мурунтау, центрального Узбекистана. Две недели в Москве. Отсутствие денег и нулевые знания русского языка он заменяет верой в себя и смекалкой. Это помогло ему устроиться в наш клуб на хорошую должность. И даже влюбиться в помощницу шеф-повара, которую зовут Ульмаз. Салам. Привет. Минцинге сангак. Я тебе подарок принес. Ульгерда. Там лежит. Но как открыться любимой, если ты говоришь только по-узбекски, а она таджичка? А что он сказал? Единственный земляк в клубе – шеф-повар. Но с ним диалог совершенно не сложился. Это что такое было, а? Кто принес эту гадость ко мне на кухню? Что расспрашиваешь? Я знаю, кто принес – уволен. Однако вера в себя и инстинкт размножения заставляют Тимира действовать. Виталий. Полгода в Москве. Работает в турагентстве. Подозревает себя в уникальных способностях. Телекинез. Необъяснимый животный магнетизм. Притягивание предметов. Притягивать к себе людей получается меньше, поэтому Виталия не очень принимают коллеги. Включая самого шефа и бухгалтера. Возможно, из-за постоянных попыток Виталия быть в теме. А, капуэра. Сейчас нормального капуэра в России нет. Я в Новосибе два года занимался у бразильского мастера. Вот это был настоящий капуэр, а сейчас так. Хореография и все. Чего все замолчали? Сегодня турфирма празднует корпоратив. Все, кроме Виталия. Говоря просто, его бортанули, кинули, сбросили с хвоста. Но гуманист Виталий решил, что его просто забыли оповестить. Валя. Я не Валя, я Валентин. Да, да, конечно. Мастер спорта по вольной борьбе. Кандидат в сборную России. Через две секунды он узнает неприятную новость. Борьба в прошлом. Это факт. Причина травмы – удар монтировкой по колену. Далее – банальные слова утешения. Есть куча занятий, в которых ты мог бы преуспеть. А вот моя бывшая теща, например, чемпионка района по скандинавской ходьбе. Счастлива, тварь. Но за настоящей поддержкой Валентин обратился к лучшему другу. Вот что мне теперь делать? Который сразу нашел достойный выход. Слушай, ты какой-то напряженный. Тебе необходимо расслабиться. Причем обязательно в женском обществе. Но есть загвоздка. В женском обществе Валентин бывал нечасто. В основном это спортивное общество «Динамо». Поэтому предложение Гоши показалось весьма заманчивым. Вера. Я ответила ему фразой с фильма «Один день». Я говорю, милая, хочу родить ребенка от любимого человека. А если не получится, то от тебя. После короткой и яркой любви с лидером группы «Ужасы Павлика» Вера узнала, что Павлик нашел себе более аутентичную подругу. Зато оставил Вере прекрасное дитя. И вот уже два года Вера сидит в четырех стенах и общается с миром только через социальные сети. Но сегодня Вере, наконец, выпал шанс выйти в люди. Сегодня я иду на концерт с любимой группой. Это нереально. Однако ее няня решила использовать шанс пойти на концерт Розы Рымбаевой в ДК «Электрод» на Волгоградском проспекте. Нет, Айгуль. Ты не можешь так со мной поступить. Мы же договаривались. Ну, пожалуйста. Но Вера так просто сдаваться не привыкла. Небольшой глоток свежего воздуха и поехали дальше. Геннадий Антонов. Опытный психотерапевт. После болезненного увольнения из крупной фирмы ведет домашний видеоблог. Есть ли шанс избавиться от социальных масок? Безусловно, есть. Как и большинство психологов, Антонов сам нуждается в личном психологе. Пока это его жена Лена. Ген, ты опять делала зарядку? Ой, прости. Кстати, ты не забыл, что сегодня пятница, и ты мне обещал вечер. Закрой дверь, пожалуйста. Я материал снимаю, не видишь? Мог бы предупредить, Геннадий? Я тебя дважды предупреждал. Перед йогой и в обед. Прости, пожалуйста. Зато у этой психопары есть замечательная дочь. Есть ли шанс избавиться от социальных масок? Безусловно. Стоп! Но я не рассказал о себе. Как человека рефлексирующего, меня пугают три вещи. Скучающие гости, однояйцевые близнецы и монотонные звуки. Но в настоящий ужас меня приводит необходимость публичных выступлений на сцене. Не думайте же вы, наконец. Ну нельзя мне на сцену. Я когда туда выхожу, Максим Леонидович, я как будто в ад попадаю. Я вижу все через огонь. Но мой руководитель сегодня решил покинуть клуб по весьма странной причине. У меня друг в Праге, на таможне. Третий день с дрессированными голубями торчит. Если он сегодня не улетит, дрессированные голуби сдохнут. Понимаешь? Три часа. Все получится. Удачи. Я понимал одно. Сегодня день рождения клуба. И если через три часа Максим не приедет, на сцену придется выходить мне. А друга спасать не пришлось. Он просто решил устроить внезапную вечеринку. Ну что, нравится? Ты дебил. Чтобы помирить двух друзей, которые поссорились из-за женщины. Спасибо, что напомнил. Так, я остаюсь на 10 минут. Бью только с тобой, ты сидишь между нами. Тем не менее, я должен дать людям этот маленький Новый год. Кто я такой? Говоря просто, я директор Пятницы. Сегодня в день рождения клуба будет много проблем. И большую их часть мне доставит вот этот человек. Я всегда выигрываю! Я не проиграл, мне помешали. Хоть и машина у тебя что надо. С днем рождения. Что-то тебе все всегда мешает выигрывать. Тебе все время что-то мешает быть нормальным художником. Но я же не кричу об этом на каждом углу. Майк, давайте уже обретем гармонию в круге. Что будете пить? Я сам налью. Может быть, армоняк? У тебя проблемы со слухом? Я же сказал, сам налью. Я просто официант и должен вас обслужить. Ну, обслуживаю. Господи, адрес. Ты их на вокзале набираешь? Тюлень лучше бы справился. Костя, спасибо, иди. Прошу прощения. Предлагаю уже выпить за мой клуб, пока Майк всех официантов не разогнал. С днем рождения. Спасибо. Как дела с твоей фирмой? Откуда у тебя долги? Кризис, продажи падают. Не увеличишь продажи, я фирму буду банкротить. С моей фирмой все нормально. С твоей или с фирмой твоей мамы? С моей. В отличие от твоих картин, которые твои только потому, что Кандинский умер и не может в суд подать. Я свои картины пишу сам. И продаю их сам. Без мамы. Ну, правда, Майк. Мы с Ником сами как-то поднимались. Он на Арбате начинал художником, я официантом. А у тебя как-то само сразу все сложилось. То есть ты хочешь сказать, что я не могу сам заработать? А что, можешь? Хочешь поспорить? А почему бы и нет? Давай. Как? Ну, тебе не понравилось, как мой официант работает. Можешь вместо него? Иди на хрен. Фиксируем. Сливается. Слушай, забей. Какие условия? Ты работаешь официантом до трех часов. Унесешь домой десять тысяч рублей чаевых. Ты выиграл. Что ставишь? Тебе вроде понравилась моя машина. А я от твоей не откажусь. По рукам. Вера сидела дома, как принцесса, заточенная в башне, наедине со своим прекрасным ребенком. Но ей так хотелось побыть среди людей. На концерте. Один маленький вдох свободы. Один коротенький пост в сети. Всего пятнадцать минут. И клуб-то вот, он рядом. И если что, она за минуту добежит обратно. И ребенок спит. Но нет. Хотя... И тут у Веры созрел план. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вера представляла себя королевой балой. Еще более значимой, чем балка для селфи. Впервые за два года она чувствовала себя счастливой. Чего не скажешь о моем новом официанте. Что? Стоп, медальон из оленины. Гоу, креветки в любом виде. То есть я должен впаривать всем клиентам креветки? Клиенты у шлюх. У нас гости. Он совсем тупой. Что ты сказал? Тихо, тихо, тихо. Перестаньте. Все, хватит. Пойдемте со мной. С кухней лучше дружить. По отношению к себе этого не требую. Главное, чтобы гости были всем довольны. Ваши столы на третьей линии с 33 по 36. Тебя как зовут? Игорь Александрович меня зовут. Игорь, я могу звать тебя так. Потасуй мне немного чаевых. Ну, скажем, тысяч пять. Тебе же трудно. Вы хотите, чтобы я продал душу дьяволу? Ну, должен же ты хоть что-то продать. Я же все понимаю. Зарплата не ахти. И вон, туфлям, наверное, третий год пошел. Да? Давай, называй сумму. Вы знаете, я человек скромный. Поэтому вашим унижением я буду наслаждаться бесплатно. Прошу, приступайте. Малышка, номерочек не тормознешь? Пошел ты. Я ей понравился. Слушай, ну с такой скорби на лице мы точно никого не склеим. Не хочу никого клеить. Может, пивка попьем? Чувак, сегодня пятница. Весь город гудит. Мы можем тихо посидеть? Просто пошли со мной. Ты мой гость и я знаю, что тебе нужно. Куда? Тебе нужно просто восстановить свой эмоциональный фон. В компании отличная девочка. Слушайте, может, пойдем уже, а? Куда собрались? У нас еще четыре часа осталось. Сидим, ждем шефа. Ребят, я сказала, сидим, ждем шефа. Так, наконец все сборит. Да сиди тебе. Давай, по-бырому. Первый тост. Несмотря на кризис, наша турфирма, она неподопляема. Почему? А потому, что у нас вот этот спаянный, это дружный коллектив. В общем, за меня, за коллектив, за вас. Ура. 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 Чего так долго? Весь город стоит. Вы внутри? Внутри чего? Ну, внутри клуба. Я тут на улице, а вход не дешевый. Может, меня встретит кто-нибудь? Ну, а так мы не здесь. Ну, в смысле, не там. Прикинь, мы уехали, там какие-то траблы со столом. Сейчас вот на Тульской сидим, в бочке. А там какой адрес? Так а что адрес? Мы тоже отсюда вали, собираемся тут тухляк. У тебя какие варианты? У меня? Ну, я как-то не скажу сразу. Ну, ты как собратишь, ты звони. Мы сразу подъедем. Давай. Сегодня день рождения нашего клуба. Пошелайте нам что-нибудь в камеру. У-у-у! Вы выбрали? Да, я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Я буду салат с козьим камамбером и помидором в чьем. Подождите. А сколько в этом салате калорий? Калорий? Эм... Пятьсот. Пятьсот? Больше, чем в шоколаде? Тогда сто двадцать. Семьдесят. Тридцать. Вы что, не знаете? Я официант, а не диетолог. Мужик, ты издеваешься? Нет. На такой анорексии грех издеваться. Я не пойму, мы вас чем-то обидели? Нет, нет, вы отличные клиенты. Клиенты, ушлюх! Гости. Да. Вы отличные гости. Я вам все объясню. Эй, это вообще-то мое... Малыш, потанцуй, тебе полезнее будет. Чего? Нормально? Я не официант. Я бизнесмен. Я поспорил с хозяином этого клуба, что заработаю как официант десять тысяч рублей чаевых. Давайте договоримся. Я в конце вечера даю вам тысячу долларов, а вы мне оставляете пять тысяч рублей. На чай. Заманчиво? Да какой он бизнесмен? У него туфли Пабло Висконти. Эконом-класс. Я хозяин этого бренда. Я всегда ношу свою обувь. А у меня аромат номер пять. Получается, я Coco Chanel. Добрый вечер. Бога ради, извините за беспокойство. У вас все в порядке? Нет, не все. Это человек, который брал у меня стул, мне на камеру. Что у тебя стул-то не обирал? На хрен мне твой стул? Он не может ответить, что у меня сколько было в шоколаде? Думаешь, сольется? С его ты гонором максимум через час. Костя, а что ты сидишь как неродной? Ты сегодня гость у меня. Вместо майка. Давай-давай, заказывай. Все, что хочешь. Мне просто неудобно. Я ж типа это, ну, официант. Все мы дети одной вселенной. Пойдем. Так, что там у нас? Ну, как тебе? Шумно. Людей много. То, что надо. Малышки, не нас ищете, нет? Точно нет. Нет. Лес бы, наверное. Я же четко сформулировал задачу. Гости должны быть довольны. Тимофей, вы берете тридцать первый стол. Я ж тебе сказал, я сам все исправлю. Сосредоточьтесь лучше на тридцать шестом. Его пытается занять другой человек. Тот? Дрещеватый? Да, с исторической безнадежностью на лице. И вот еще что. Вставай, приятель. Стол заказан. Подождите. Ко мне сейчас коллеги приедут. Будет много людей. Я готов предзаказ сделать, ну, тысяч на шесть, скажем. Шесть тысяч? Угу. Мало, тридцать надо. Что? Послушайте, я два года работал в клубах. Таких цен нет. Тогда я уверен, вы прекрасно отопырите с коллегами в чебуречный за углом. Хорошо, я согласен. Тридцать так тридцать. Но мой стол у вас в приоритете. Пять тысяч гарантированных чаевых. Я что, в Куршавеле, что ли? Ты в Москве. Хорошо. Несите меню. А вы точно официант? Нет. Я здесь! А на самом деле это прекрасно, что есть такие места, где можно пообщаться вот так лично, глядя глаза в глаза, без всякого этого виртуального общения, без смс-ок, перепостов, лайков и так далее. А, кстати, какой здесь вай-фай? Кверти 777. О, Макс, привет! Ребята, кстати, именинник пришел. С днем рождения! Как у тебя дела, Ольмаз? Аккуратненько, давай следующую. Аккуратно, ровно-ровно. Давай, смелее. Давай, давай, давай. Ты куда? Воздухом подышу. А я тем временем пытался дозвониться до другого любителя подышать свежим воздухом, который уже давно должен был вернуться. Так, ну все, по последней я погнал. Давно пора. Мужики, я же вам обещал. Пойдемте, я вам сейчас такое покажу. Пойдемте. Ну давай, давай, покажем. Дамы и господа, позвольте вам представить... Сбежала. Кто сбежал? Кенгуру сбежала. Замок забыл закрыть, а? Что сбежала? Может, где-нибудь здесь прыгает. Стопудово в лес ушла. Я же ее в цирк на цветной Никулину продал. Все мне жопа. Завтра даже забрать. Слушай, ну погуляет, проголодается, вернется. Где, в лесу? Где там сожрут или покалечит? Что сожрет, белки? Да кто угодно. Браконьеры, кабаны, барды. Искать надо. Леха, я бы тебе помог. Правда, ну ехать надо реально. Да не, конечно, я понимаю. Не обижайся. Да езжай. Езжай, езжай, я останусь. Я тебе помогу. Мы же друзья. Ничего, что мне завтра в 7 утра на юг лететь. Я остаюсь. Все, боже мой. Дебил, блядь. Все нормально? Блин. Скажите, у вас есть белое вино? Ну не сладкое, не чилийское, не юар. Хотя нет, такие рояльные. Если ликер не смородиного, а клубничный. Ну шампанское будет, ну не Франция. Что? А что так мало? Ладно, ладно, ладно. Красиво. Только, пожалуйста, без яиц. Но тогда больше бекона. А если яиц с перепелиной, то бекон вообще не надо. Вместо бальзамического уксуса, лимонница. И чай. И это что такое? Декор. Спасибо. Подержи. Ага, спасибо. Все довольны, девушки? Да, довольны. Менеджера, позовите Костя. Привет. Ну и чем вы, ребят, занимаетесь? Мы альпинисты. Ну знаешь, такие ребята, которые висят на веревках, вокруг скалы. В общем, короче говоря, получаем адреналин и переломы. Ну я адреналин, овалия. Я пару лет назад колено повредил. Меня монтировкой ударили. Монтировкой? В горах? Ледорубом. Вот все время название путают, знаешь. Как ребенок прям. Ребят, мне идти пора. Ну правда, пора. Ну куда ты полез со своей монтировкой, а? А про переломы это типа нормально, да? Че ты завелся? Это просто юмор. Извини, я просто не понимаю твоего юмора. Ладно, пошли осмотримся. Окей, Гугл, как поймать кенгуру? Ну ладно, хорош. Я же говорю, они на свет идут. Сейчас поближе подпустим, снотворным шмальнем и все будет в порядке. А с чего ты взял, что она именно туда пошла? Из чего? Надо же куда-то идти. Слушай, это как-то бессистемно. Чтобы поймать кенгуру, надо думать как кенгуру. Нужно понять ее страхи, ее цели. Молчи, а? Она дрессирована? Ну-у. Имя есть? Да. Зови. Алеша! Вот, туда и пойдем. Примерно после этой фразы в пятницу начинается все самое непредсказуемое. Твою мать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, блин! Привет! Текилы? Да, нет, да, но не нам. Прямо под нами сидит молодой человек в голубой рубашечке. Вон тут дрессиватый. Ага, угасите его, пожалуйста. Тремя. Нет, пятью шотами текилы обязательно скажите, что это за счет звери. Пять шотов на такую массу? Семь. Ха, да вы звери. Нагидается, потом не вспомнит, как мы здесь появились. А это точно бесплатно? Каждый шот за мой счет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нормально? Ты мне забрал четыре стола. У этих слов какая-то негативная коннотация. Я вас просто разгрузил. Как я заработаю десять тысяч с двух столов? Мыслите позитивнее. У вас уже скопилось три тысячи. Девушки, через десять минут интро. Слушай, а верни хотя бы один стол. Ты же видишь в план гостей, идиоты. Возвращать столы неэтично. Гости правы. Просто вы не умеете быть обходительным. Такая работа не для вас. Видимо, для тебя в самый раз, да? Халдей. А вот здесь чувствуется комплимент. Комплимент? Да я тебя ненавижу. А вы попробуйте ненавидеть фашизм. Это сейчас гораздо перспективнее. Давай договоримся. Что ты хочешь? Через пять минут приедет управляющий. Вот с ним и договариваетесь. Он бы приехал. Если у тебя были бы яйца. Да пошли вы все нахрен со своим спором. Тише. Че тише-то? Пошли. Иди, иди. Да не. Чаще всего иностранные номера воруют. Их менять демок. Вон у ораторна. Белорусские номера четыре раза скручивают. Здрасте. Добрый вечер. Че смешного? Не, ничего, мужики. Без обид, ну уж прикольные. У каждого своя пятница. У нас поход. А у вас тут что? А у нас? Кенгуру не видели случайно? Кенгуру? Фу, блин, е-мое. О, нифига себе. Вон, вон туда побежал. Прикиньте, думал, приглючило. Наливай. Валар Маргулис. Что? Зима близко. На, заходите, конечно. Хватит, наигрались. О, я хочу доказать. Прово, закрой. Майк, ты как раз вовремя. Я что подумал, ты не против, если ты, конечно, не выиграешь, чтобы я твою машину отдал кости? Как думаешь? Водка с пивом я гуляю с Ибрагимом. При всем уважении, Андреас, выиграю я. Что-нибудь заказывать будете, Константин? Эм, наверное, всем еще шампанского, мне арманьяк и блюдо от шефа. А седр запечен с гранатовым соусом и бананами. Сколько раз подавал, а сам не пробовал. Думаю, что я буду в Востоке. Где ты так учился танцевать? Итак, запоминайте внимательно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот уже получилось модное движение в стиле техно. Не, я считаю, татуи это такой петинг для эго. Но у тебя такая нормальная, классная татуха. А еще у тебя нос красивый. Странный комплимент. Что странный? У нее же не шнобель какой-нибудь, хороший такой нос. Не, я серьезный. Вот ты хочешь человеку что-то приятное сказать? Обо всем говоришь, кроме носа. Хотя как о нем не сказать, когда он прям по центру находится? Где-то же анатомический шовинизм получается. Да, наша любимая. Девчонки, ну вы же сейчас вернетесь? Да. Ты это специально делаешь? Что я делаю? От пятницы каждый из нас чего-то ждет. Кто-то ждет чаевых. Кто-то ждет МЧС. Кто-то ждет откровенности. Кто-то своих коллег. А кто-то просто ждет. Лично я от этой пятницы ничего уже не жду. Но это не важно. Для остальных пятница продолжается. Ну и какую отмазку вы тереписать? Слушай, свали норовейчи все. Да нет никакой стабильности. Вот я вчера, например, вот зашел в супермаркет купить продукты для борща. Ну там молоко взял, креветки. А самое главное, я взял платную тележку. Поворачиваешься, тележки-то нету. Куда эта страна катится вообще? В пропасть. На твоей, между прочим, платной тележке. Так что у других спрашивайте. Алло? Алло, Вера Борисовна. Это МЧС. Может, перегруз? Девушка, вызывайте меня. Мы застряли. Срочно звоните в МЧС. Ну вы что, издеваетесь что ли? Да послушай, я нашел отличный вариант. Тебе сто процентов понравится. Короче, одна такая блондиночка, другая в теле. Слушай, давай мне ключи, я спать поеду. Какой спать? Все только началось. Для меня уже все закончилось, понимаешь? Привет, как настроение? Да пока не для текилы кисты. А что так? Первый шут за мой счет. Валь, давай-ка я попробую эту бодягу, что она предлагает, а там решим, окей? Тебя Валя зовут? Валя, а что? Смешно. Смешно? Что смешного? Ну, типичный борец, а имя такое. Какое? Нежное. А откуда ты взяла, что я борец? Да, мы вообще-то стеклодовы из Питера, к борьбе не имеем никакого отношения. Это ты к борьбе и к Питеру не имеешь ни такого отношения. А товарищ у тебя типичный борец. Как догадалась? Ну, я тоже борьбой занимаюсь. Ты? Да. Хорошо борюсь? Я очень хорошо борюсь. Вот тебя бы я точно сделала. Меня? Да, легко. Меня? Нет. Потому что я с женщиной на мат никогда не выйду. Чего? Да потому что вы слабый полк. Куда вам бороться? Не, ну всякие бывают исключения. Например, борьба в Грисе. Так, я не поняла. А чем мы, женщины, должны по-твоему заниматься? Борщ варить. Детей воспитывать. С колясочками гулять. Валенька, я знаю, что тебе хочу сказать. Ты просто засал. Подумай об этом. Я Валентин. Вот это ты еще клево припечатал. Бомба. Где твои гладинки в теле? Погнали. Правда, там одна на любителя, но тем не менее. Монтер Равильевичу названивай. Алло. Вадим Равильевич. Ага. Здравствуйте. Это Виталий Белов вас беспокоит. Да? Да. Может быть, вы приедете в клуб? Я столик для нас заказал. Места всем хватит. Да? Да, музыка хорошая. Атмосфера шикарная. Вы приедете? Да. Спасибо, Вадим Равильевич. Но... Я очень жду. Ты мог один раз сказать нет. На. Сам будешь с ними разговаривать в следующий раз. Да, продюсер, но у нас нет индустрии. Нет связующей нити, нет нормальных продюсеров. Вообще не знаю, зачем государство выделяет режиссерам деньги на фильмы. Очень странно, правда, выбор, кого они поддерживают. Непонятно, как это происходит. Лучше бы они взяли эти деньги и раздали. Бедным. Избутовым, например. Ты чё смирёшься? А у вас носки разные. Точно. А я и не заметил. В темноте одевался. Стороннему наблюдателю эта сцена покажется обычной беседой. Но в глазах Тимира всё выглядит совершенно иначе. У тебя очень красивая улыбка. А у вас туфли очень красивые. Конечно. Я же не какой-нибудь посудомойщик из Мурунтау. С такими туфлями я точно тебя заполучу. Ну смотри, сейчас ошибок главное не наделать. Ключевая ставка или снижается, или вообще заморожено. Волатильность рубля от цены за баррель зависит. Бизнес просел. Мой тебе совет. Выходи за ювелиром. Не ошибёшься. Что тут делаешь? Кризис, да? А? Не. Я тут временно. Да, конечно. Все мы в этом кабаке временно. Филологи, историки, физики. Годы идут, а мы как подавали экспрессо, так и подаём. Попей, что я столик. Ладно, не засиживайся тут. Людей пятница. Мать её. Давай туфлями поменяемся. Что? Туфлями поменяемся. Ты поменяться хочешь? Тебе в этих удобнее будет. Сдумаешь? А они нормальные? Ну давай. Только до трёх часов. Ага. А они без грибка? Ты хотя бы ноги раздень, моешь? Яхше. 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 Ты можешь не щелкать, пожалуйста, а? Спасибо. Нашим клубам. Поэтому сегодня год. Иди на сцену уже. Все нормально. Не парься. Спасибо большое. Психо. Тотненький, смотри, дебил. Тише. Тише, не спугните. Реально, кенгуру. А вы думали, я идиот? Нет. Идиот, блин. Че ты сказал? Беззвучный не приходил в голову поставить? Нет, Розен? Спит. У тебя вообще отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Я с радостью приветствую вас в нашем клубе. Сегодня... Сегодня... Простите, пожалуйста, а можно чуть потише стучать по бокальчику? Можно, если сегодня кто-нибудь к нам подойдет. Гена, не стучи, пожалуйста. Сейчас подойду. Но мы 10 минут ждем уже. Ну, 10, а 3... Сегодня нашему клубу 4 года. Добрый вечер. Прошу прощения. Ваш официант будет через пару минут. Могу пока я вам чем-то помочь. Помогите. Позовите нашего официанта, пожалуйста. Он мне вообще не волнует. Он всегда такой. Леночка, ты в уборную хотела. Так иди. Любимый, спасибо огромное, что ты так заботишься о моих биоритмах. Только не на 2 часа, как обычно. Не на 2 часа, а на 5 минут. Это большая разница, дед. Спасибо огромное, что вы разделяете с нами сегодня эту радость. Особая благодарность нашему нетерпеливому гостю. Итак, сегодня нашему клубу 4 года. Иди на 33. Там уже напряг пошел. Сегодня будет огромное количество призов. Естественно, наша традиционная лотерея и столик в ней победивший будет обслуживаться за счет заведения. Спасибо! С праздником! Добрый вечер. Меня зовут Нина Миха. Константин и сегодня я буду вашим. Михаил Валерьевич? Нет, вы, конечно, всегда умели эпатировать, но сегодня вы просто превзошли себя. Неужели после моего увольнения у вас так упали продажи? Продажи вообще не упали. А кто сейчас у вас корпоративный психолог? Я сократил эту должность. Ах, да, точно! Мы же все, как это вы так сочно тогда сказали? Гребаные шарлатаны. Да, точно так. Ну, знаете, я на вас не в обиде. Нет, что вы, такой толчок в карьере, хоть и коленом под зад. Слушайте, что вы здесь делаете? Если я скажу, мы продолжим? Разумеется. Присядьте. Я поспорил. Ах, да, конечно, вы же заядлый игрок. А что, высока ставка? Быть может, я могу чем-то помочь вам? Если вы сделаете заказ и хорошо проведете время. Понятно. Обмогу вам в этом я. А где я могу выразить свою благодарность? В чеке. И в чаевых, разумеется. Я не сомневаюсь. Мы с вами получим взаимное удовольствие. Привет. Как дела? Давай куда-нибудь сходим вместе. Что? Давай в кино сходим. А ты что тут забыл? Где ты должен быть? Сейчас пойду. Не сейчас, а бегом. Не кричите на меня. Слушай, если ты сейчас туда не пойдешь, я вырву твое поганое сердце. Это моя женщина. Это моя кухня. Не нравится? Пошел вон. Убери руки. Что-что? Что ты сказал? Чтобы я тебя больше тут не видел. Понял меня? Добрый вечер. Лена. Ознакомься, пожалуйста, Михаил. Мой старый приятель. Так вышло, и сегодня он будет нашим официантом. Представляешь? Очень приятно, Лена. Здрасте. Итак, для начала мы хотели бы два бокала Шато Глория Сен-Жульен. Я прошу прощения, вино подается только в бутылках. Мы берем бутылку. Говоря для начала, Лена, я имел в виду, что с этого вина мы начнем. Неужели наш официант не может сделать хоть что-то, чтобы вызвать наше чувство благодарности? Так. Послушайте, есть правила, да? Не я их придумал. Есть вина, которая подается только в бутылках. Мы берем другое вино. Секунду. Вам ли не знать, Михаил Валерьевич, как эти правила нарушаются? Ну сделайте хоть что-то. Два бокала. Ну постарайтесь. Сделаю все, что смогу. Браво! Другого ответа я и не ожидал. Гена, я надеюсь, ты не будешь портить мне вечером? Ну я борец, я за друга заступился. Я двоих опрокинул, а третьим днем монтировка прям по ногам. А мне до чемпионата России две недели. Две недели до чемпионата России. Ну а как было за друга не вступиться? Как? Пойдем, пойдем. Хотя друг тоже был. Чего там у вас случилось? У командира кластрофобия! Я задыхаю. Люли-люли стояла. Дыши! Симпатичный у тебя здесь уголок. Помогает? Ну, как видите, от сценического провала не помогло. Слышали, как они меня на смех подняли? Хорошо, что не на Голгоф. Скажите, вам-то зачем эти мучения? Водка с пивом я гуляю с Ибрагимом! Наверное, проигрывать не люблю. Зря. Пару неудач могли придать вашему лицу некую рельефность. А тебе зачем все эти тарелки разбивать? Не проще поговорить с кем-нибудь? Ну, собеседников-то полно, помолчать не с кем. Одни цитаты. Разумеется, я же в прошлом актер. А почему в прошлом? Ну, вы будете смеяться. Может, как раз то, что мне сейчас надо? Однажды мы играли на чеховском фестивале Ричарда Третьего. Сергей Викторович Дубравин читал монолог Ричарда. Отчаяние. Ни кем я не любим. И если мрак могильный меня скроет… Он потрясающий. Я обожаю его манеру. Бог его прости. И вдруг из зала раздается такой звук мерзкий, как будто кто-то чипсы открывает. Дубравин замер. Это было немыслимо в такой момент. Но Дубравин ждал. И не найдется жалости ни капли, кого убил. Их дух витает здесь. И тут снова этот ужасный звук. Дубравин опять замолчал. Господи, он же забыл текст. Ну, тут я не выдержал. Послушайте. Послушайте, что вы делаете? Ну, как вы так можете? Я не понимаю. Ну, неужели нельзя потерпеть хотя бы чуть-чуть? Этот великий человек вам сердце здесь свое вырывает из груди. Выдает сложнейший комплекс эмоций. А вам плевать? Смеетесь? Ну, идите и смейтесь в кинотеатр вместе со своей едой. Вы ошиблись с местом для развлечений. А что Дубравин? Он подошел ко мне и тихо сказал. Спасибо, конечно. Ну, идите в жопу. А человеком, который шумел в зале, был Олег Павлович Табаков. Таблеточки от кашля открывал. И что, уволили? Забили дружескими похлопываниями. Вы же о чем-то меня попросить хотели? А, там товарищ один непростой, за третьим столиком, два бокала вина попросил, который только в бутылках подается. А, этот хам. Я этого психа пару лет назад уволил. Что же вам так не везет-то сегодня? Не хотите для начала тарелочки пошвырять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, ну, одним словом, я зависаю тоже, да, прости. Да, слушай, у нас тут форс-мажорчик небольшой. Тут какая-то засада с терминалами, и карта не принимает. Терминал завис? Я завис, одним словом, да. И тут Виталий наконец понял, что его бортанули, кинули, сбросили с хвоста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаем. Это надо выпить, понял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли. Встали. Пойдем, пойдем, пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поблевать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно! Это помогает! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Давай, садись. В порядке? Ага, да. Извините, но чаевых не будет. Не будет? Не понял. Друзья, не приехали, мне даже за счет нечем платить. У тебя всего шесть тысяч. Это все? Угу. Твою мать! Аккуратней. Что ж ты меня так подставляешь-то? Извините. Пойдем. Держи. Придумаем что-нибудь. Блин, я тоже хочу такого официанта. Но самое крутое погоняло было у моего тренера по кайтсерфингу. Гриш Синусоида. Он что, математик? Не, он просто топ-ре-бабка. Ты же феминистка, да? Ух, какие мы слова умные знаем. Или не тяжело тебе с таким количеством информации? Скажи, а все феминистки в трусах перед мужиками с задом крутят? Ты подумай об этом. Я в шортах. В шортах, в шортах. В какой-то момент мне показалось, что в лице Бондаря я наконец-то нашел искреннего собеседника. Но когда он начал попросить за какого-то парня в угоду себе, я сразу... Я думаю, мы нашли общий язык. Нашли. Но у меня есть принципы. Какие принципы? Справедливость, например. Слышали? Парня, нельзя кинали. Ему нечем по счету платить. Но это не повод жульничать в лотерею. Вы же этого от меня хотите, правильно? Тогда какие-нибудь злобы победят. Вот с такими лопатниками. Это справедливость. А вы не получите свои ячеевые еда? Ну, мне ты помочь можешь? Мы вместе тарелки били. Извините. Все-таки импортозамещение дает свои плоды. Российская плесень уверенно набирает очки. Попробуйте. Нет. Спасибо. Скромный. И всем довольны? Да, спасибо. Более чем. Закажешь что-нибудь еще? Даже не знаю. Разве что песни. Ген, не наглей, ладно? Боже упаси. Кстати. Раз уж зашел разговор. Михаил Валерьевич прекрасно поет. Да? Вы преувеличиваете. Если бы ты его попросила, я думаю, в другой обстановке он бы тебя поразил. Вот в другой обстановке, Ген, я была бы очень признательна. Но не сейчас. Хорошо? Так вы закажете что-нибудь еще или нет? Да. Чуть позже. Очень жаль. Слушайте, ну а где здесь у вас удобство? Я вам покажу. Покажите. Пожалуйста. Что тебе надо? Уберите руки. Послушайте, я так понимаю, у нас с вами джентльменский договор. Мы довольны, вы получаете на чай, так? А ты чем-то недоволен? Да я вообще счастлив. И жена моя очень заинтригована вашим вокалом. Что? Я говорю, жаль только что не будет подходящей возможности. Разве что твои похороны. Подумай, что будешь на десерт. А если мы поспорим? Михаил Валерьевич, ну правда, сколько вам нужно на чай? Тысячи три хватит. Вы же великолепно поете. Это будет самая легкая пари в вашей жизни. Поговорите с вашим главным лакеем. Это будет здорово, если вы споете. Хочешь поспорить? Я вот думаю, как-то такой сволочек оказался. Ага, смотри, кто заговорил. Еще б не понравилось. Здравствуйте. Думаешь, Лена не знала про твоих близняшек про рыжу эту по стрельб-клубу? Так ты ей рассказал, наверное, да? Дурак ты. Тихо. Слышал? Это кто? Что значит на другом объекте? У меня в квартире ребенок плачет. А мне все мужики. Вы хотя бы представляете, с кем вы разговариваете вообще? Я на вас такую телегу накоплю, что вам мало... Тихо. 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 Ух. из лампанного масла время постоянно сжимается. И пока оно совсем не превратилось в куриную жопку, я, девочки, предлагаю вам поехать ко мне. Попросили вам передать. Для валюш. Что? Так, слушай, старик, тут какая-то подстава. Никакого валюши тут нет. Да, Роберт? А кто просил передать? Инкогнито. На пару слов. Подожди, это что значит, никуда не поеду? Я их целый час уламывал. Я пока здесь побуду. Что это вообще за новости такие? Ты же сам домой хотел. Я сказал, я остаюсь здесь. Что, зато это ты кильщица, что ли? Ты что, совсем, что ли, с ума сошел? У тёлки крыши течет. Вообще, знаешь, кто ты после этого? Ты эгоист. Это я эгоист? Все вокруг ради тебя. Клуб, тёлки, бухло, праздник, эгэгей. Ты из-за какой-то жабы друга бросил. Друга? Какого друга, Гоша? Очнись. Да ты меня для компании держишь. У нас с тобой даже общих тем нет. Это у тебя общих тем нет. Одна борьба в голове. А ты знаешь, где это больно обсуждать. Это тебе больно обсуждать? Да ты убегал, когда меня монтировкой били. Больно обсуждать. Это за тебя я на чемпионат России не поехал. Чёрт, ты не смотришь-то в глаза? Очнись. Да я тогда зассал. Я зассал. Вот и такой у тебя друг. Прикинь, а если я рядом лежал, тебе бы легче было. Ага, циклон! Гоша! Привет. Салон. Давай обратно поменяемся? Что? Обратно поменяемся. А, кеды. Слушай, а у них удобно. Ставь моё туфли себе. Дарю. Сейчас. Узбек? Ташкент? Ты не? Ага. Мои туфли дарю тебе. Забавно, но именно в бездушной операционной системе Тимир за долгое время увидел родственную душу. Спасибо. Можешь мне его дать? Что? Телефон тебе ещё ему подарить? На пять минут я верну. Старик, не наглей. Телефон тебе не подарю. Ты за туфли скажи спасибо. Пабло Висконти. Давай. Шукрум-брум. Карамышевская набережная, шестнадцать. Карамышевская набережная, шестнадцать. Карамышкинская набережная, шестнадцать. Привет. А я тебя ищу. Пойдём со мной. Ты мне очень нужен. Что, прям сразу так, что ли? Пожалуйста, пойдём. Мне помощь очень нужна. Извини. Тихо, тихо, давай, давай, тихо, 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 тихо. Вставай. Нет, колена выбил. Давай, колена выбил. Блин. Да что ж ты будешь делать? Говори, где я когда? Ты о чём? О том. Валюш, я на работе. Говори. Ты чего поролась? У меня ребёнок один в квартире. Надо с крыши через форточку окно открыть. Ты же альбинист? Нет? Слушай, может, позовём кого-нибудь, а? С болевыми удушающими. Обойдусь. Добрый вечер, многие друзья. Меня зовут Иван Чуйков. Рядом со мной потрясающая Вера. И мы начинаем долгожданную лотерею. За одним из долов сидят ничего не подозревающие счастливчики. И буквально секунды отделяют их от меркантильного счастья. А это чек за счёт заведения. Люсььяна, я надеюсь, ты там поколдовала? Угу. Ты сам знаешь, что всё, что я наколдовала, давно уже в Малу давали. Вот это вот. Андрюша. Андрюша, не пылось, пожалуйста. Мама скоро придёт. А ты чё встал? Вали уже отсюда. Гоша, иди к нам! Ну а сейчас для того, чтобы узнать имя победителя, я приглашаю на эту сцену менеджера клуба Игоря Стрижевского. Здравствуйте. Скажите, волнуетесь? Ну не так, чтобы. Но надеюсь, что победит какой-нибудь одинокий трезвенник, который не ест после шести. Шансы есть. Болны есть. Я вас умоляю, какие шансы? Ну что же, Верочка, не томите. Доставайте счастливый шар. Итак, чек за счёт заведения. Выигрывает стол под номером. Прости, что отвлекаю. Точно выдержат? Да, я держу. Убирайся ногами. А-а-а! Выигрывает стол номер 36! Нет! 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 Что ты видишь? Давай, зашёл! О, вот он, чаевые вам! Спасибо! Ну я же тебе говорил. Пол номер 36! Мы вас поздравляем! И, конечно, приглашаем представителя вашего столика подняться на эту сцену! Смотри, это ж наш Виталий. Люсейн, делаем значит так. Надо объединить наши столы, чтобы был общий счёт. Пусть будем экономить. Ну чё, уже начали? Ну что же, признайтесь, как вас зовут и где вы работаете? Здравствуйте, меня зовут Виталий Белов. Я работаю в турфирме. Отлично. Вы пришли один или с друзьями? Ну, вообще у нашей фирмы сегодня корпоратив. Поэтому, да, я один. Дотяни уже! Андрюша! Андрюша! Мама сейчас! Ты чё, не можешь хотя бы на один метр потянуться, что ли? То есть, получается, что где-то идёт корпоратив. Вы здесь один. И у вашего шефа наверняка принцип «разделяй и празднуй». Нет, у нашего шефа скорее принцип «одеколона» много не бывает. Сначала появляется запах шефа, а потом сам шеф. У него даже прозвище такое «дух». Креативное. Это вы придумали? Нет, не я. Это бухгалтер, что наше всем прозвище сочиняет. А у шефа в телефоне мы все так и записаны. Как? Егор, потные руки. Стас, перегар. Штирлиц, Ксюша. Шеф её часто просит остаться. Ну и Чичилина, это наша Соня. Чичилина, я стесняюсь спросить, почему? Ну, это такая история. Ну, продолжайте, вы уже начали, нам интересно. Ну, наш главный менеджер Егор, например, про корпоратив мне ничего не сказал, а вот про то, что у него с Соней на 8 марта всё было, зачем-то сказал. Ну, то есть, получается, старший менеджер болтун? Да нет, он нормальный, просто спорщик заядлый. Они же со Стасом на Соню поспорили, ну, кого с ней получится. Вот Егор выиграл, а Стас проиграл, и он должен был написать на машине шефа его прозвище «Дух». Да, но белого маркера не было, и он так маленько гвоздиком нацарапал. Пока эти спорили, остальные ставки делали. Ксюша даже 12 тысяч выиграла тогда. Ого, 12 тысяч? Они же с Соней типа лучшие подруги. Конечно, Ксюша знает, что Соне больше нравится Егор. Ну, я говорю, компания у вас чумовая. Да хорошая у нас компания. А чего, жизнь везде, и у нас тоже. Я за эти полгода как-то привязался ко всем, а вот они ко мне не особо. Ну, ничего, ладно. Что ж, ну и пусть ваши коллеги веселятся как картинка из вас, зато они даже не представляют, как вам сегодня повезло. Компания, вы победитель. Ваши вечер продолжается, вы же победитель. Мы вас поздравляем, аплодисменты. Вручаем ваш подарок. Пожалуйста, уйдите, чтобы все абсолютно без планки сегодня ваш вечер. Поздравляю вас! Победитель наш! Вот он! Позвони уже кому-нибудь. Я больше не могу ее съесть. Подожди! Дай мне свой номер телефона! Так, еще раз. на счет три дергаешь резко но не сильно я понял на себя я понял 1 2 3 положи что положи ногу достали то оба этот куклачев недоделан это ты вообще не понятно кто ты кто вообще да да нормально обычно мы такое не практикуем но порядке исключения следующая песня прозвучит специально для елены которая среди всех знакомых геннадий антонова приходится тяжелее всего тебе тяжело со мной я вообще не знаю чем спасибо а пока мой новый официант развлекался на сцене я размышлял над семантикой слова халдей и пришел к выводу что за такое оскорбление бьют морду нашлась бы смелость ну да ладно что там зале спасибо не ту профессию выбрали секунда где мои деньги что не толчевые давай я забыл оставить погоди погоди я оставлю леночка иди сейчас спасибо всего доброго всего доброго умение проигрывать михао валерьевич вам сейчас гораздо нужны и денег обращайтесь если что где мои деньги в чем дело что у себя позволяет я прошу прощения что случилось и ваш официант совсем амбар сделок требует каких-то чаевых мы заработали день я ничего никому не должен лена отойди пожалуйста он прав на чай давать он не обязан это же прерогатива порядочных людей ох ты какая эскапада по исполнении закомплексованного халдея с бейджиком халдей не самая худшая роль в отличие от ничтожества которое самоутверждается на официантах вам не в клоп надо психотерапевту хорошему они гребаном уж в лотан из youtube с 20 просмотрами а а и а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Малый клуб да вонючий. Правда. Э, продолжай веселиться. Спасибо, что помог проиграть мне спор. Прощайтесь. По части неудач, я специалист. Надо же, каких-то 800 рублей не хватило. Не хватает всегда чуть-чуть в этом смысле. Вот все-таки ваши чаевые. Спасибо. И представьте, каково мне. Так, а вас, кстати, мой муж правильно побил. Очень было приятно. Стоим. Андрес! Андрес, я хочу выпить за тебя. Вечером позвонить. Ты человек сложный, но можно. За тебя, дорогой. Вуаля. Не отпыкайтесь. Когда-нибудь увидимся. Пора работать. Майк, постой. Процент на бар ты оставил? Какой процент? Ну, официанты своих чаевых оставляют на бар. Десять процентов. То есть тысячу. Мы когда спорили, мы спорили о том, что я заработаю десять тысяч. Десять тысяч. Мы спорили, что ты унесешь домой десять тысяч. Без процента здесь девять. Мне никто не говорил никаких процентов. В ящике для переодевания есть памятка официантов. Рот закрой. Нет. Нет, мне пофигу. Я выиграл. Ты выиграл? Почти. Слушай, Майк, ну давай так. Никто никому ничего не должен. Костя, налей. Мы получили удовольствие. Надеюсь, ты тоже. Давайте поднимем наши бокалы. И выпьем. За твою почти победу. Почти победу. Знаете, у вас все всегда как-то почти. Почти день рождения. Почти художник. Почти друг. Почти весело. Знаете что? Пошли вы все почти нахер. Впервые в жизни Бондарь проиграл с легким сердцем. Потому что главную свою победу он одержал пятью минутами раньше, на сцене. Бондарь. Бондарь. Мам, он рядом. Да не кряхти ты, сто метров до лодочной станции осталось. Я в курсе. Сонечка, можно? Да, Сонечка, конечно. Супа, это ты на меня подворил? Ты на меня подворил? Оставь его в ночь. Слышь ты, Сальвадор, дали. Эти сальвадорки дали... Моя эта идея была этой героем. Не было ни аргумы. Террор не собutors! А ты что тут делаешь? Это мой телефон. Полиция разберется, кто что хотел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть там кто-нибудь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не кричи. Со мной Ульмаз. Я тебя выпущу, если переведешь то, что я ей скажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предлагай ничью. Согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, может, еще разок? Нет, спасибо. Ты из меня все соки выжила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говори быстрее. Ульмаз, тебе нравлюсь я или Ахмад? Чего-чего? Переводи. Ты тупой? Зачем ей выбирать? Переводи, говорю. Ульмаз, этот придурок ревнует тебя ко мне. Он тебе хоть чуть-чуть нравится, а то он тебя куда-то пригласить хочет. Почему она смеется? Что ты ей сказал? Что ты хочешь ее куда-нибудь пригласить? А она сказала, что подумает. Правда? А она может быстрее думать? Быстрее можно? А, да, нет. А то здесь до утра сидеть буду. Да. Привет. О, Варя, привет. А ты давно здесь? Да я только что приехала. А ребята? Они очень извинялись. Соне плохо стало и все по домам разъехались. Жаль. Да ты знаешь, не особо. А я ужин выиграл. Ничего себе. Да? Угощайся. Ну, а у вас какая маска? Дремлющий убийца? Мы перешли на вы. Ну, а почему нет? Мы уж достаточно знакомы. Что собираетесь делать дальше? Думать, как спасти компанию от банкротства. Из вариантов сокращения штата процентов на 40. Ну что, креативно, в духе времени. А вы не пробовали кеды выпускать? Кеды? Да, кстати, вам идет. Кеды Пабло Висконти? Полное говно. Но мне нравится. Друзья, этот милый человек на третьем этаже, наш сегодняшний именинник. Легендарный владелец этого клуба. Андреас! Мир вам. Спасибо, что празднуете с нами. Это супер. Отведайте наши праздничные угощения. Торт от шеф-повара. Обещаю, он вкусный. Короче, всем хорошим пятнадцать. Слушайте, а не хотите со мной поработиться? Я, полагаю, вышибалый? Обсудим. Ну, а что, хорошая зарплата, соцпакет. Отдых в Крыму. О, Крым ваш. Не спится до пульса потери. Здравствуй, пятница! Наконец-то отдыхаю. Пятница! Я всю неделю дожидаюсь. Пятница! Мы с тобой как родные. Пятница! Сожигают выходные. Было бы хорошо иметь хотя бы две таких, А лучше три таких, а лучше три таких в неделю. Было бы хорошо суметь на этих выходных не спится до пульса потери. Здравствуй, Крым ваша. Пятница! Наконец-то отдыхаю! Я здесь в воде где-то нож потерял, который ты мне подарил. Году в 99. Это в тот вечер, когда... Я тебя с Леной познакомил. Ну да. Бог дал, Бог взял. Ну да, она сейчас замужем за каким-то нервным психологом. Да ее всегда на каких-то уродов тянуло. Я не про тебя. Мужики. Мужики! О, Валор Маргулис. Мужики. 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 Здравствуй, Катница. Наконец-то отдыхаю. Катница. Я всю неделю дожидаюсь. Катница. Мы с тобой как родные. Катница. Сожигает выходные. Катница. 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 Если у них есть цель, то они идут к ней через всякие трудности, опасности. Любое. Главное с тобой. Правда? Она точно так сказала? Да-да, у тебя всё? Можно я тебя сегодня домой провожу? Ульмас, он тебя хочет проводить до самой Вантеевки. Соглашайся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок